Макс Глебов 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 Майор Вершинин Макс Глебов 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 — Удивленно приподнял бровь лид-полковник. — Ну да, тогда понять, наверное, можно. — Но наши проблемы это не решает, мастер-майор. — У вас высокое звание, но получено оно не в Империи, а значит, дать вам в подчинении людей я не имею права. — Все, что я могу сделать для вас с учетом всех обстоятельств, это своим приказом подтвердить вам звание лид-лейтенанта и доверить истребитель. — Машины у нас не новые, как и весь корабль, но воевать еще вполне способны, особенно в умелых руках. Сорс умолк, ожидая вопросов и возражений, но Виктор молчал, и лид-полковник продолжил. — С этого момента ваш непосредственный начальник, лид-майор Лой, командир 4-й эскадрильи. Доложите, что это я направил вас к нему. Он определит вам звено и конкретную машину. — Разрешите выполнять? — Виктор решил не донимать командира-авианосца вопросами и разобраться во всем самостоятельно. — Еще один момент, лид-лейтенант. Взгляд Сорсов зацепился за одну из строк в досье Виктора. — Земля. Это ведь планета из минус списка. — Я прав? — Так точно. — Тогда как вы смогли получить орден? — Для этого как минимум необходимо встретиться с представителями империи, а для минус списка любые контакты с местными жителями под запретом. — Я не знаю точного ответа, господин лид-полковник. На землю вторглись кронцы, а прибывший из космоса имперский десантный полк пытался им противостоять. Мы помогали как могли, но на контакт имперцы не шли. А потом, когда все закончилось, два имперских офицера прибыли на нашу военную базу и вручили мне орден, после чего сразу улетели. — Ладно, лид-лейтенант, когда-нибудь я, возможно, захочу услышать подробности этой истории. Но не сейчас. Свободны. 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 Свободны.